добрый вечер дорогие друзья пятница 18 02 целых 02 мы с авиком как обычно заболтались перед эфиром но вспомнили что кнопку не нажали стрима и быстро справились и теперь всем чем мы вот что обсуждали до эфира будем делиться с вами мы рады что вы к нам сейчас присоединились мы приглашаем всех кто еще не присоединился присоединяйтесь поскорее бросайте ссылку на наш стрим вашим друзьям знакомым родственникам все кто хочет с пользой провести этот вечер и собственно говоря вот что я говорю что что прекрасного савик в этих наших пятничных стримах человек может сэкономить уйму времени не смотреть и не слушать ничего целую неделю заниматься своими делами а в пятницу просто включить наш стрим и вы расскажете им коротко популярны доходчиво обо всем что произошло и что это главное значит и что об этом говорят в мире потому что западная пресса по моему нет ни одной страны европейской там на континентах доступных нам где бы вы не мониторили то что выходит сейчас и самое главное что пишут и что может повлиять на нашу страну и собственно говоря на войну так что савик здравствуйте рада вас видеть приветствую да здравствуйте леся приветствую всех наших зрителей и слушателей что вы что вы что вы что вы с нами спасибо вам сразу один из зрителей отвечает пишет привет из москвы слава украине слава высу нормально видеть молодец видите из москвы богу слава богу слава богу слава богу вы говорите все газеты я мониторию и так далее так далее там я надеюсь что я ваше доверие оправдаю но я вам скажу такую вещь что я мониторю в каком смысле я не читаю только new york times washington post financial times потому что это газеты элиты это реально политической экономической финансовой элиты я читаю ну я не могу сказать все да но смотрю очень на на внимательно на местную прессу также потому что не надо думать что new york times считают в майами это великая ошибка мая мечтают майами газеты газеты флориды да а new york times вы должны ехать в киоск там или или книжный магазин пока вы найдете кто сейчас едет в киоск магазину ездят и ездят в киоск нет я же все я же я же я же с киосками общаюсь но это только вы в них и ездите мне кажется я не знаю если бы леся но если бы газеты не продавались они же бы не не выживали правильно там же не меценат я согласна я согласна но слушайте газеты самые крупные европейские американские уже достаточно давно перешли на работу по подписке и вот даже когда в интернете заходишь на их сайты то в принципе какие-то усеченные варианты или часть ленты новостей они открывают все остальное полностью ты можешь прочитать только заплатив поэтому собственно я не знаю насколько ну вот математика какая потому что в принципе многие из газет могут сейчас основные доходы получать в интернете по электронной подписке а продолжая традицию вот ну для тех таких гурманов как вы савик до любителей просто как вот такой фан продолжать продавать имею ввиду бумажные версии бумажные версии они остаются очень популярными но я не же продают там за миллион экземпляров каждая газета там скажем из этих больших газет но но дело даже не в этом понимаете газета это это газета это культура журналистики это вот там где журналистика начинается это редакция это редакционная как бы коллегия это редактор ресерчер который проверяют все данные всю информацию где есть правило как минимум двух источников потому что если с одного источника но если это не прямые слова президента да но я говорю любой страны но прямые слова это не источник но если нет двух источников подтверждающих информацию не публикуется где язык у каждой газеты свой и поэтому это часть национальной культуры понимаете газета это 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 национальный монумент это памятник понимаете это и тут начинается наша профессия вот с этого начинается наша профессия поэтому я иногда когда вот я читаю у разных там блогеров да и когда я вижу некоторые стилистические мы будем их называть как я их буду назвать ну такие упрощенности что ли да ну там огрешности да то мне просто жалко что наша профессия постепенно постепенно она как-то вот страдает вот и все давайте не прострадать а давайте про покажем же покажем же аудитории что такое настоящая журналистская профессия я вас хочу попросить по классике прокомментировать а что самого такого впечатляющего или то что вас тронуло то что вы считаете очень важным вот случилось на этой неделе вы знаете меня 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 тронуло многое что да там включая даже 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 это вот большое интервью пригожина если кто-то его смотрел в полном объеме но больше всего я на этой неделе думал реально думал рассуждал читал о том что произошло в белгороде вот меня это 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 вот это событие реально меня затронуло сначала я значит ну прочитал всю информацию которая есть ну давайте оговоримся сразу первая жертва войны это правда вот это все знают это это избитая фраза первая жертва войны поэтому я понимаю что правду здесь искать сложно да но событие очень важное и очень яркое и даже процитирую я террориста гиркина который говорит смута началась только в кремле и и пока не замечают но заметь значит дело в том что я по сначала послушал интервью ильи пономарева илья пономарев обычно он дает в интервью в рубашке в галстуке или без галстука пиджаке а тут он был хб то есть ну вот тут тоже подхватывает образ че гевары сейчас много охотников за образом че гевары значит но не у всех получается значит и вот он говорит об этом партизанском движении да вот это наша операция потом выходит значит русский добровольческий корпус участвовал вместе с легионом свобода россии значит добровольческий корпус сразу делает коммунике что илья пономарев самозванец и вообще он к этому никакого отношения не имеет пономарев отвечает что он к ним правда никакого отношения не имеет потому что они правые а он имеет отношение вот к легиону который который такой не он левый а пономарев тоже левый что касается западной печати вообще то они считают что русский добровольческий корпус это не нацистский корпус неонацистский подчеркиваю которому илья пономарев слава богу отношения не имеет а легион свобода свобода россии это такой хаотично собранный имеющий какое-то отношение к гур значит ну вот это раз потом я слушаю выступление на эту тему юрия швеца ну нашим зрителям и слушателям я думаю не надо объяснять кто это потому что он во первых нередко бывает у вас и его на нашей программе был свобода слова и его очень многие знают у него большая аудитория значит у него это вызвало реально негативную реакцию он говорит либо это провокация фсб то есть провокация на уровне права того что случилось тридцать первого августа тридцать девятого года в городе гливице город гливице сейчас польша тогда он был территории германии и находился в десяти километрах от границы значит нацисты гитлеровцы переоделись в форму селезских фонта повстанцев так как это ну это в селезии и захватили эту радио башню это радио башня до сих пор по моему самая высокая в европе в то время она точно была самая высокая в европе и там они должны были какое-то обращение зачитать потом взяли не тот микрофон ну в общем там у них хотя спецслужбы как обычно не не всегда срабатывают все идет не так как спланировано но на следующий день когда уже гитлер в бундестаге объявлял что все он захватывает польшу да он а как раз отталкивался от этого вот от этой провокации которые они они сотворили в польше вот это одна версия юрия швеца я просто немножко и шире рассказал может быть среди наших молодых зрителей не все помнят что это такое было 31 августа 39 года либо это попытка как бы создать какую-то зону безопасности для для украины потому что из белгорода все же обстреливают и харьковской области и и и вообще да но тогда как говорит швец это очень как он сказал это тогда это операция полезных идиотов потому что есть более важные участки где нужна диверсионная деятельность примеру железная дорога из ростова по которой идет 75 процентов логистики армии россии вот но я обратил внимание на другой аспект который меня волнует потому что я ну я кроме вот политической и сугубо и и еще и военной части для меня очень важна часть нравственная и вот я радио свобода первой опубликовала имена некоторые имена участников из вот этого вот неонацистского добровольческого корпуса значит алексей левкин 38 лет лидер российской неонацистской блек металл группы я сейчас м 8 л 8 т икс или тх это расшифровывается как молот гитлера белинкят очень нам известная организация благодаря христа грозеву и его расследованиям вот они проводили расследование и по как раз неонацистам российским и левкин входил в группу неонацистов которая участвовала в осквернении еврейских и мусульманских могил нескольких нападениях по крайней мере четырех убийств вот это один участник этой акции да а второй некий денис капустин который предпочитает использовать фамилию никитин а он руководит русским добровольческим корпусом западные средства информации его считают он с одним из самых влиятельных неонацистов в европе вот это я говорю а потом а потом я читаю в цитата из журнала экономист вот представитель представитель гур андрей черняк говорит у нас на на кону выживание украины и мы готовы работать со всеми вы понимаете я всегда был убежден и убежден вот формула враг моего врага мой друг она глубоко ошибочно если неприступно а примеров в истории масса когда враг твоего врага победив твоего врага потом побеждает тебя или порабощает тебя что еще хуже а сегодняшний пример у вас на глазах у всех вот россия считает что китай ее друг потому что он враг америки также как россия ну посмотрим что останется из россии от россии вот тут посмотрим что китай оставит от россии посмотрим это мы еще увидим поэтому я считаю что если президент зеленский в парламентах европейских соединенных штатах на большой семерки везде где он есть и везде его вы принимают как героя как реально человека за которым стоит народ который отстаивает свою свободу да и этот человек президент украины все время повторяет что мы защищаем демократию либеральный либеральные ценности свободу всей всего цивилизованного мира то есть от всех стран которые живут по этим правилам то тогда нельзя говорить что мы сотрудничаем совсем нельзя с неонацистами нельзя сотрудничать от вас отвернется весь мир цивилизованный мир от вас отвернется поэтому надо делать заявление открыто лезви а я не пропагандист я я не пропагандист я я не умею врать я говорю то что я думаю я сегодня не совсем журналист потому что я не на месте события я там не в белгороде или я не в москве или я там не в генеральном штабе а я не в гиеве я реально не журналист я просто но я не пропагандист и я Я просто, исходя из своего опыта, я говорю это. Ставик, я на это вообще по-другому смотрю. Потому что там, почему мы не рассматриваем то, что там, сегодня в Белгороде, просто начинается очаг гражданской войны в России, внутри России, между российскими людьми, которые пытаются разобраться с русской, кстати, фашистской властью, которая сегодня, русский фашистский режим, возглавляемый Путиным, которая захватила, в общем-то, власть в России. И я вам хочу сказать, что то, что вы говорите о цитате из иконам из представителя ГУРа, ну мы же тоже не знаем, ну все журналисты, бывают разные трактовки, в каком контексте это, насколько это вырвано, что он хотел сказать, что он подразумевал. Поэтому, ну слушайте, я бы из этого вот такие далеко идущие выводы не делала. Плюс то, что вы говорите про вот Юрия Швеца, я, честно говоря, не слышала, ну не слушала его комментарии на эту тему, но мне кажется, что здесь совершенно другой контекст исторический, когда он приводит тот пример 1939 года, то здесь уже сегодня весь мир, вот вся планета, даже на чьей бы она стороне ни была, но она знает и понимает, кто начал войну, какие преступления Россия совершила, масштаб этой войны, масштаб этих преступлений, в том числе по отношению к мирному украинскому населению. И чтобы, ну, чтобы что уже Россия, как она может это перекрутить в свою пользу, в смысле, то есть уже после этого перекрутить и сказать, как они, ну, пытались с самого начала своему народу преподнести, что мы нападаем на Украину, потому что Украина, мол, иначе нападет на нас вместе с НАТО. Ну, бред, в это никто не поверит, то есть я это вообще, ну, так не вижу. Нет, ну, это я, а я не вижу, как вы, вот в том-то еще и дело. Да, вот смотрите, вы вот, извините, вы вот рассказали интересно про эту зону демилитаризированную, в которую, ну, если что, входит Белгород, ведь об этом, кстати, вот все чаще и все громче говорят, да, по поводу того, что, чтобы сделать безопасность для Украины на будущее, нужна будет такая граница, там называются и 100 километров, и 200, там разные, и, кстати, Кирилл Буданов об этом говорил в интервью, и Валерий Залужный об этом говорит. Кирилл Буданов очень много говорит, он очень много, для начальника ГУРа он говорит очень много, ну, очень много. Савик, и что интересует? Да, и не все, и не все из этого умно, да, далеко не все. Леся, что касается зоны безопасности, вот это уже будет результат международных переговоров. Вот зона безопасности. Это не то, что украинская армия войдет на территорию России, займет какую-то территорию там глубиной 50 или 100 километров и объявит, что это зона безопасности. Нет. Украина освободит свою территорию. Ну, так об этом же речь и идет. А что касается зоны безопасности, то сейчас не время об этом думать. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов. Это много или мало? Конечно, это не мало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Gordone Shop. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Gordone Shop, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Gordone. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Я вам о другом хочу сказать. Просто почему я о ней заговорила, что симптоматично, вот если вы заметили. Я кроме западной прессы, но я ее не так мониторю хорошо, как вы, но тем не менее основное я все время поглощаю. Но я еще и поглощаю, к сожалению, то, что происходит в России. То есть их пропагандистские СМИ, и слушаю их и центральные каналы, и так помельче всяких пропагандистов. Так вот, что интересно, русские военкоры, ну так называемые эти все пропагандисты войны конкретные, они начали говорить, вот как раз они уже начали говорить и подхватили эту тему безопасного, ну типа кольца. И подают это своему населению, мол, ну нужно, мы понимаем, что да, это, наверное, не самый лучший вариант, но давайте же подумаем о русском народе, один из них говорит. А чтобы безопасно было для русского народа, да, наверное, таки придется делать вот такую зону, причем он говорит на территории России, ну так хоть серую назовите эту зону, или там демилитаризации, вот зона, где, собственно говоря, будет такое разграничение. То есть у них в головах уже происходит этот сдвиг, и они понимают, что история с захватить Киев за три дня переместилась плавно к тому, что зона демилитаризации будет располагаться на территории России. Что интересно. Ну так я думаю, что это логично. То есть если и когда, может даже, скажем, без если, когда Украина освободит все территории, которые захвачены Россией, оккупированы, тогда начнутся переговоры. Вот тогда начнутся переговоры. Сейчас мы говорим о уничтожении, возможности уничтожения тех центров военных, из которых и принимаются решения, и осуществляются все акты нападения, вот бомбежки и так далее Украины и украинцев, да, мирных городов и мирных жителей. И поэтому мы говорим, что Украине нужны дальнобойные ракеты, что Украине нужны F-16, да, и F-16 по возможности, не только F-16, но и там АЛАКСы, которые направляют, могут даже направлять ракеты, да, и наземные радио всякие устройства, которые, радиоэлектронные, которые помогают F-16 работать, да, и ракеты должны бить вглубь России, там, где есть. Мы же, никто же не говорит, понимаете, там, удар по аэропорту, или вот удар по кораблю российскому, вот на этой неделе. По военным целям удары, конечно, не по мирному. Да, вот эти удары, это никто не оспаривает, да, это вообще никто. Но говорить сейчас, вот сейчас о зоне безопасности, да, которая должна будет быть, несомненно, да, или должно будет быть полное разоружение России вообще, не только ядерное оружие, да, а просто поставить лимит и на обычное оружие, ну, такой серьезный лимит. Конечно, конечно. Серьезный. Вот сделать с Россией то, что сделали с гитлеровской Германией в 45-м году, да, вот, то это пока они не поймут, что они натворили. Угу. И они должны платить за это, платить из своих карманов, вот, из своих карманов за это, через налоги, через всякие другие инструменты. Это да, но я сейчас говорю конкретно о совсем другом. Я говорю, что есть, хорошо, в России началась смута, хорошо, да, понятно, что есть огромное количество группировок, их будет больше, и они будут менять все ориентацию, они будут переходить друг к другу. Мы же понимаем, что такое смута, но эта смута ведь затронет Украину тоже, потому что она рядом. Ну, так а что мы можем сделать, Савик? Слушайте, ну, мы-то не при чем? Надо неонацистов называть неонацистами, да, а борцов за свободную Россию, борцами за свободную Россию. Это две совершенно разные вещи. И не позволять себе говорить, что мы работаем со всеми. Да, что, если вдруг, если вдруг шахеды будет Иран поставлять Украине, Украина будет их брать? Я бы этого не делал, да, поэтому со всеми не работать. Не надо. Есть страны, с которыми нельзя работать, есть люди, с которыми нельзя работать, потому что это клеймо на твоем теле. Это клеймо на теле всех украинцев, да, и они этого не заслуживают абсолютно. Да, поэтому я и говорю, если Украина сегодня вместе со всем Западом, ну, Запад, мы говорим, мир, который живет по законам прав человека и прав гражданина. Если Украина с ними, то они должны относиться к неонацистам так же, как относятся они. Потому что, смотрите, приговор. Вот вчерашний приговор. Стюарт Роудс, да, один из зачинщиков 6 января 2020 года, да, помните, да, он основатель военизированной организации, которая называется там Оуф что-то, то есть Клятва что-то. Я не помню, как она называется. Он получил 18 лет. Да, да, да. 18 лет. Значит, вот отношение. Это есть отношение Запада к людям, которые исповедуют куклу клановские или неонацистские взгляды. Вот это. Значит, если мы вместе, то мы вместе. Савик, ну, мне кажется, что там скорее, как бы, да, неправильная проинтерпретированная история или вырванная статистка. Ну, это же не президент Зеленский заявил там, и не Кирилл Буданов. Нет, я бы был очень рад, если бы президент Зеленский это заявил. Что? Но наоборот, чтобы он заявил, что мы за другие ценности. Ну, конечно, мы за другие ценности. Что, Украине будет лучше, если неонацисты придут в власти? Что, Украине будет лучше, если Гиркины и Пригожины придут в власть? Да нет. Это будет лучше? Никто это не рассматривает, слушайте. Ну, как это не рассматривает? Нет, смотри. Ну, как это не рассматривает? То есть, послушайте, что они сейчас говорят. Это они, у них сегодня сила. Вы понимаете, у них сегодня сила. Я понимаю, речь идет о том, что любой внутренний у них конфликт сегодня Украиной приветствуется, потому что это будет говорить о том, что они будут заниматься собой и пожирать друг друга внутри, а не воевать и не уничтожать Украину. Вот же в чем идет сейчас речь. То есть, мы же с этой точки зрения смотрим. Мы туда не вмешиваемся. Тут вы правильно сказали. Я не знаю, Леся, будут ли они заниматься. Я вам говорю, что сегодня что делает Гиркин? Сегодня Гиркин, он ставит себя в позицию ярого врага Пригожина, но не Вагнера. Вагнер, герои молодцы и командовать умеют. И самое сильное подразделение, которое есть в российской армии. Ну вот, в вооруженных силах, скажем так. Потому что Вагнер, давайте ее не называть частной организацией. Ну, Гиркин не хочет с ними ссориться, со всеми. Нет, потому что он и хочет на свою сторону. Потому что клуб рассерженных патриотов, сегодня он клуб, завтра он клан, послезавтра он корпорация. Это, согласно К, комитет. Знаете, много... Вот уже есть аббревиатура, которая в головах как-то. Вот клуб рассерженных патриотов. РСП, то есть КСП. Все, есть. А клуб, он может превратиться во что угодно. Вот это люди вооружены. Вы понимаете? Когда Пригожин говорит, мы лучшая армия в мире, у нас есть бронетехника, артиллерия. Нет, Пригожин сказал, что украинская армия лучшая в мире. Он хотя бы что-то, правду какую-то сказал. Нет, нет, нет. Но это тут он говорит. Слушайте, я же не... Вот как раз слова Пригожина я же не беру за чистую монету. Я просто говорю, как он себя преподносит. Я создал самую лучшую армию в мире. По меньшей мере, говорит Гиркин, это самая лучшая часть вооруженных сил России. И более того, Гиркин говорит, если бы вместо того, чтобы их бросить в мясорубку Бахмут, их бросили бы в Запорожье, они были бы гораздо более эффективными. А Пригожин, он, конечно, к военному делу и искусству никакого отношения не имеет. Он просто спонсор как бы. Он бабки и оружие достает. Но это немало, кстати. Бабки и оружие доставать и Путина дедушкой ему за мудаком называть. А потом в следующем интервью сказать, что родину люблю Путина, слушаюсь. Слушаюсь. Это такое. Вот эти люди. Потому что вы же понимаете, что либеральная часть России сегодня нет ничего и никого, который кого-то может объединить вообще. А они могут, вот они могут. И что, они прекратят войну в Украине, когда Гиркин открыто говорит, что такой страны нет, что такого народа нет, что украинцы это выросы. Вот эти люди не будут вредить Украине. Ну как вы подаете. Но это же все наши враги. И те, и те, и Гиркины, и Пригожины, и Путины, и Шмутины. Но это все наши враги. Просто они там как сорт говна разный. Но это все говно, которое, собственно говоря, хочет уничтожать Украину. Хорошо, Леся, ну хорошо. Значит, вот это, как вы говорите, говно. В составе, я там не знаю, ста человек или сколько там было. А, ну вы о другом говне. Ну я об этом. Ну неважно, оно же пахнет одинаково. Вот, значит, вот этот вот допровольческий корпус получает откуда-то бронетехнику. Западные издатели, газеты, и не только газеты, и телевидение, и радио, и все говорят, что это то, что было передано Украине, при условии, что не будет использоваться на территории России. И, в частности, одна из газет, чтобы я так не ответил, это Financial Times. Это не, это я не придумываю ничего. Ну, да, значит, они же не пришли, они же не в военторге, давайте не будем как Путин, а то мы реально... Нет, нет, Савик, мы реально не знаем, как оно к ним пришло, как оно досталось и что с ним происходит. Ну вот правда, но всему, что сейчас дестабилизирует ситуацию внутри России, мы радуемся, потому что это очень хорошо, когда они занимаются эти пауки, мыши, гадюки и тварюки собой и воюют друг с другом. Так вот, Леся, так вот, возвращаясь к Юрию Швецу, Юрий Швец всегда говорил, всегда, с самого начала, что тактическое ядерное оружие Путин не применит никогда, потому что он слишком себя любит. А Гиль Рустам Заде говорит, что если бы они хотели, если у них была бы мысль применения тактического ядерного оружия... Если бы я в интервью это говорил, да, то он бы это сделал. Они бы уже это сделали, правильно, вам, да, он говорит. А тут Юрий Швец вот после Белгорода говорит, ну вы понимаете, он говорит, я его не дословно цитирую, но примерно, что вот это животное под названием Путин, да, оно совершенно непредсказуемое, да, вдруг он сам изменил свою тональность. Он говорит, вот если ему надо искать повод вот для этого, да, чтобы на эту кнопку нажать, да, то не надо ему этих поводов создавать. Ну, я понимаю, что это стогно, потому что... Ну, это с таким же успехом мы тогда идем к тому, что так Крым не надо нам освобождать, потому что Крым... Нет, Крым... Нет, 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 если вы, если Украина начнет освобождать Крым, никто на кнопку не нажмет. Потому что никто уже не будет. Я не думаю, что кто-то будет выполнять приказы Путина в такой ситуации. Путин уже сейчас, вот сейчас Путин в ситуации, вот он реально в ситуации ничем не лучше, чем Николая Второго в начале 1917 года. Он ничем не лучше. Он сейчас в ситуации, в которой ему кажется, он же как бы ФСБшник, неудачный, но ФСБшник, у него же ментальность, он же должен как-то всех контролировать, своих куда-то всегда внедрять. И ему кажется, что он манипулирует всеми, и он не замечает, как те люди, которых он якобы манипулирует, становятся самостоятельными игроками. Вот этого он не замечает. Мы сейчас переходим в какую тему, давайте? Или в карты, то есть в незнание истории Путина, очень смешно. Либо в разбор интервью Пригожина, куда хотите, налево, направо, Савик, давайте, выбирайте. Слушай, Лесь, ну что там разбирать интервью Пригожина? Давайте разберем интервью Пригожина. То есть там, ну, только его цитировать нельзя, потому что там 50% матерных слов. Это правда, но как умеет, так и говорит, как привык. Но мне понравилось, что, что сказал, 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 сейчас тут, ну, буквально пару фраз. Сказал, мы пришли по-хамски, обосрались и отошли. И сказал, что Россия провалила демилитаризацию Украины, и украинская армия стала одной из сильнейших в мире. И, в принципе, это первое большое настоящее предвыборное интервью. Ну вот как, я тоже его послушала. Более того, опять же, после этого интервью вы заметили, что пошли последствия для этого сепаратиста. Кстати, это сепаратист. Да, 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 либо уволили, да, либо уволили. Да, да, то есть, понимаете, оно было воспринято правильно там, я так понимаю, рядом где-то с Путиным. Леся, если вы весь генералитет, ну, реально весь, ну, от Герасимова до, ну, все, ну, вот там эти 5-6 генералов, да, которых мы знаем, мясника, мясник Б, мясник В, ну, все мясники, да. Если он их всех называет, извините, ну, это он говорит, это не педерасы, да, ну, так, ну, ну, я не знаю, ну, может, сделайте что-то, мужики, генералы, у вас же звезды, ну, сделайте что-то, ну, я не знаю, ну, подайте в отставку, пойдите к Путину, скажите, ну, как может ваш этот кулинар, он не повар, о чем Пригожин очень точно сказал, он не повар, он не умеет готовить, поэтому не называйте его поваром. У него были рестораны, я, правда, не знаю, какие и от кого, но неважно, что он там, ну, неважно, он из того мира, из того, из Андергорода, да, то есть, вот, но, ну, ну, а эти генералы ничего, пока ничего, да, Гиркин уже говорит, то есть, ну, слушайте, он вас, он вас петушил, как он там, ну, найдите в себе гордость какую-то, честь офицерскую, наконец, да, то есть, ну, нет, этого ничего нет, этого ничего нет, понимаете, ну, никто ни слова не говорит, я говорю, это удивительно, да, но это происходит, поэтому это и есть начало смуты, да, вот, если ты можешь начальника генерального штаба, будучи начальником этой преступной группы Вагнер, которая устроила, как он говорит, мясорубку, мясорубку в Бахмуте, и медаль, которую они, они, они сделали, там так и написано, за мясорубку, за бахмутскую мясорубку, вот, если этот человек может Герасимова называть педерасом, то, я говорю, где верховный главнокомандующий, где, его нет, его нет, понимаете, вот, 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 вся суть этого интервью сводится к тому, что Путина нет, то есть, он сказал, я его слушаюсь, в тоне, ну, я сейчас не буду анализировать его тон, потому что это неправильно, но, сказать, я буду, он, я не знаю, так снисходительно, ну, президента слушаться надо, надо, пока он есть, надо, надо, ну, да, но, верховный главнокомандующий, никакой не верховный главнокомандующий после этого интервью, вообще никакой, просто, ну, я не знаю, ну, что еще надо сделать, ну, я, вот, вот, я себе не могу представить, чтобы, я не знаю, какой-нибудь, ведь, скажем, в Соединенных Штатах Америки же тоже есть частные военные организации, которые тоже там выполняют всякие охранные и другие задачи, вот, я представляю какого-нибудь, вот, лидера вот такой организации, который, который, там, не знаю кого, ну, скажем, ну, министра обороны Соединенных Штатов называет педерасом, да, и президент Соединенных Штатов не говорит ни слова, ну, можете себе это представить, вообще, вот, вот, вообще, в нормальной жизни, в нормальной стране? Нет, 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 ну, так вот вам еще интервью пригожим, понимаете, а дальше те цифры, которые он приводит, ну, я говорю, что это же пропаганда, да, это же, ну, как сумма. А о чем это нам говорит? То есть, что, у Путина дела плохи, что ли? Это нам говорит, что он просто, ну, я не знаю, по какой причине это, понимаете, свечку не держал, либо ему не ту информацию доносят, либо вокруг него исключительно халуи, и только этих он слушает, либо он вообще никого не слушает и ничего не читает. Вот только к нему приходят, он, как, не знаете, какой-нибудь, там, не знаю, хан-султан из, там, века 11-12, да, которому только хорошие новости надо приносить, да, потому что, ну, иначе накажет, вот, и он совершенно не ориентируется в ситуации больше, он реально не ориентируется, и это, 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 с одной стороны, это очень хорошо для Украины, с одной стороны, потому что у России нет верховного главнокомандующего, а в Украине он есть, а, но с другой стороны, это тоже опасно, потому что, потому что, понимаете, у этого человека, пока он там сидит, какая-нибудь сумасшедшая идея родится, и не дай бог он ее еще и осуществит. Знаете, тут это две стороны одной медали, то есть, ну, не одной, это, в общем, две стороны двух медалей. Дорогие друзья, мы с вами купили для вооруженных сил Украины уже 30 дронов. 30 разведывательных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые так необходимы на фронте. 30 дронов, это много или мало? Конечно, это немало, но это и немного. И я хотел бы, чтобы мы с вами купили для вооруженных сил Украины 100 дронов. 100 дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. И поэтому я приглашаю всех в мой магазин мерча Гордон Шоп. Каждый, кто что-то приобретет, получит в подарок вот такую вот шоколадку. Итак, сколько наименований моего мерча вы купите? Столько шоколадок, вот таких, повторяю, шоколадок, вы бесплатно получите. Приходите в магазин Гордон Шоп, покупайте все, что вам понравится, получайте в подарок шоколадки Гордон. И самое главное, давайте вместе поможем нашей прекрасной армии изгнать ненавистного оккупанта с украинской земли. Вы начали говорить по поводу того, что русские будут выплачивать Украине репарации. И в принципе уже сейчас пора думать и подсчитывать, как и где и откуда. Но вы знаете, пока они заявляют другое. И вот спикер Госдумы по фамилии Володин потребовал от Польши 750 миллиардов долларов. Кстати, его Пригожин в ту же группу определил, что я генерал. Ну, дело в том, что там по заслугам, просто заслужил. Да, что я знаю. Знаете, я, в общем-то, ну, там в спальне не находился. Ну, Савик, там это как бы даже тут... На лице написано, вы хотите сказать. Вот как ваша футболка, может, еще темнее, вот знаете. Вот как моя кофточка, очень темно-синяясь. Да, так вот, они тут насчитали, этот Волошин, что СССР якобы потратила на восстановление Польши после Второй мировой войны 750 миллиардов долларов. И, мол, надо заплатить. Ну, то есть это в голове, что происходит у людей. Но, в принципе, у Медведева в голове что-то подобное. Он заявил, что США должны компенсировать России ущерб за разрушение Бахмута, Мариуполя и массы других мест. Леся, это реально, это комментировать нельзя. Ну, почему это нельзя комментировать? Потому что тот же Володин в Государственной Думе вот этим вот идиотом, которые там сидят, заявляет, английский язык закончился. Ну, что вы хотите от этих людей? Ну, я не знаю, понимаете? Ну, реально, лучше бы они сексом занимались, а не политикой. Ну, я не знаю, чем угодно. Ну, как это можно прокомментировать? Ну, это же не комментируется, понимаете? Это вообще... А новости из дурдома, правда, вот такое ощущение? Ну, да, да, это абсолютно. Я, знаете, я в последнее время реально... Вот, ну, завтра, наверное, я посмотрю что-то такое воскресное, то есть послезавтра на этих каналах. Но я их больше не смотрю, потому что... Ну, реально, это уже патология. То есть это уже не имеет отношения к нормальному миру. Это то, что они там говорят, и их мечты, и надежды, и это вообще... Ну, не знаю. Так что я комментировать их очень сложно. Это реально сложно. Продолжая тему псилбольницы. Вот показали нам видео с Путиным, который над картой типа 17 века клонился, который ему притащил глава конституционного суда. Расскажите, пожалуйста. Посмотрите, Леся, я... То есть я занимался театром, но режиссурой. Поэтому, может быть, я не... Это разговор, который обязательно его надо... Его надо... Сейчас я его где-то найду. У меня где-то есть. Этот разговор надо просто его процитировать. Я его слушал, к сожалению, да, но я никогда не прочитаю вот в такой интонации, как они. Значит, Валерий Зорькин. Валерий Зорькин – председатель конституционного суда России. Председатель конституционного суда России. Органа, которого не существует. Понятно, да. Ну, это... Да. Он... В общем, он еще работал при Ельцине. Там, в 93-м году он признал указ Ельцина, там, о распуске парламента, который потом расстреляли. В 2004 году он поддержал Путина, когда тот отменял губернаторские выборы вообще. Но самое интересное, что он поддержал... Он продержал крепостное право. Он сказал, что это было правильно. Я не шучу. Я абсолютно не шучу. Никаких шуток. Да. Да? Вот. Я вам даже цитату. Это был 14-й год. 14-й год. То есть год, который мы все помним. Да. И очень хорошо. Это начало войны. Да? Вот. Вот его цитата. «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство наций». Вот так вот. Вам. Пару-тройку крепостных ему явно не хватает. Да. Вот я сейчас потом еще французский текст найду. Значит, вот. Зорькин. «Пользуясь случаем, обнаружилось, что у нас в Конституционном суде нашлась копия карты 17-го века, составленная при Людовике XIV, то есть это середина, даже начало второй, середины 17-го века, составленная самими французами. Почему я ее привез, Владимир Владимирович? Там нет Украины». Путин говорит. «Да, конечно». Зорькин. «Нет Украины. Есть в двух местах край. Край Речи Посполитой и край Казакии. И большое царство российское. Почему я все же рискнул, рискнул вам показать карту? Потому что много было спекуляций насчет того, где истоки, где и как и что образовывалось. Путин. Ну, мы знаем, что эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, вот как он перескакивает, да? После Октябрьской революции начали образовываться всякие квази-государственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно всем. До этого никакой Украины не было в истории человечества, говорит Путин. Жорькин. Я вам это сказал не потому, что все судьи сейчас Конституционного суда привлечены к уголовной ответственности на Украину. Путин. Да? Жорькин. За наше решение 2014 года и в связи с СВО, но ради истины, так сказать, я вам принес эту карту. Путин. Ясно. Один из документов, конечно. Где она издана? Французская карта. Она в архиве хранится. Зорькин. Да. Это копия. Оригинал во Франции. В Лугу. Путин. Да. Вот карта. Значит, Путин. Да. Входили в Речь Посполиту. Естественно. Не все территории советской Украины, а только северо-западная часть. Зорькин. Конечно. Я поэтому и сказал. Здесь, в аннотации, редакционно, чуть-чуть неправильно. О грешности перевода. Самое главное, что это не мы сделали, а французы. Путин. Да, конечно. На карте отмечали то, что было в жизни на земле. Зорькин. Это уже было при воцарении династии Романовых. Путин. Ясно. Спасибо большое. Значит, он получает... Это урок. Что я вам скажу. Браво. У вас просто великий актер погиб. Нет. У меня со связками не все хорошо. Я бы очень хотел, но поздно. Поздно, Леся. Поздно. Поздно. Есть разные роли. И французские журналисты сразу все проскопали. И есть там Украина, и есть там Киев. Ну и все там есть. Более того, когда в Москве жабы квакали на болоте, был Киев, Киевская Русь, уже было все, и образование было, и просвещение в Киеве. Ой. Не, не. Вот это я говорю. Вот, то есть, что митрополит Тихон, что Валерий Зорькин, это все преподаватели истории Путина. А так как у него одна из... Ну, с точки зрения истории, я сейчас не говорю там про его всякие мафиозно-интриганские качества, но с точки зрения знаний, конечно, у него извилина одна. Поэтому, 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 вот они вкладывают в него это, да, и он реально, он, ну, реально, вот для него это урок. Ну, никто их не пропустит. То есть, он первый раз об этом слышит. Вот все. То есть, ну, коммунистическая Россия, сука, создала советскую Украину, а Ленина вынести из мавзолея ты никак не можешь. Вот как ты это объяснишь, господин президент, он Украину отдал, Украину твою, родную землю твою, он отдал, он отдал украинцам. Ну, по его логике, да. Он лежит у тебя, у тебя он лежит на глазах каждый день. Ну, так вынеси его хотя бы, похорони, похорони и скажи на его могиле то, что ты сказал Зорькину. Советская власть делала Украину, Украины не было. Понимаете, это же... Ставик, это он ему место греет, поэтому он боится. То есть, вы думаете, что его похоронят рядом с Лениным? Нет, ну, вместо, когда это... Просто, чтобы место было. А, вместо, не, 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 я думаю, нет. Я думаю, его ждет немножко менее гламурная участь. Нет, я думаю, судьба у него сложится иначе. Идем дальше. Вот по поводу истории карты. Хочу быстро у вас спросить по поводу вот чего. Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности. Это заявил Пашинян. И Алиев сказал, что есть возможность выхода на мирное соглашение, особенно ввиду того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Ну, вот смотрите, волшебство. Как только Россия свои рога убрала из ситуации, ну, тут же получается договориться. Ну, получается договориться, да. Я думаю, что Россия и Иран играют там большую-большую роль. Вместе, кстати, да. И вместе в этом случае против Азербайджана. Но, вы понимаете, главное, чтобы они делу перешли, чтобы армянский народ согласился со своим президентом. Понимаете? Я тут, я не знаю, пусть они там, я не знаю, мне сложно сказать. Я так давно в Армении не был, там, с 93-го, 94-го годов. Вот, да, я не знаю, референдум провести каким-то образом, ну, укрепить этот как-то, да, потому что одного президента недостаточно. Потому что, когда президент Пашинян делает одно заявление, а потом происходит что-то обратное. То есть, это народ. Важно, чтобы Россия не начала подпитывать. Да, а как вы думаете, сколько там уже... Это выгодная главная же выгодополучатель. Ну, так слушайте, а что у них-то в Армении агентура меньше, чем в Украине, что ли? Да, 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 ой, не говорите. В этом и самая большая проблема. Пока что, вот сегодня еще по Краснодарскому краю атака двух беспилотников, между прочим, произошла. И власти подтвердили Краснодарского края, что тоже к ним НЛО прилетало. Ну, главное, чтобы она прилетала в правильные места. Да, я имею в виду в складах, да, в правильных местах. Да, именно правильно. Ну, вот вы видите, так, в принципе, каждый день где-то в правильных местах мы слышим новости. То корабли, то их разведывательные потопили. Да, но, Леся, ну, надо же тоже сказать, что был удар нанесен по Украине, два серьезных удара, то есть в Павлограде и где-то вокруг Хмельницкого, да. То есть это тоже были поражены, насколько я понимаю, военные цели, и это для Украины нехорошо. И кто-то это... Слушайте, а такое количество... Кто-то это информация. Конечно, и бомбы, и шахедов, и они же это делают комбинированно. Поэтому я вам скажу, что то, что показывают сейчас вот ребята на ПВО наши, ну, красавцы. Нет, они молодцы, они большие молодцы. Вообще все украинцы, они огромные молодцы. Тут и те на передовой, и в тылу, ну, и везде. И ПВО, и молодцы, реально, да, и спецоперации, молодцы. Только я говорю, что это же, наверное, они не случайно ударили по военным целям. Кто-то информацию, наверное, слил. Конечно, для КСБУ, вы видите, практически каждый день задерживают, и мы видим, и суды над теми, кто работает наводчиками, да. Вот сколько идет война, а такие люди, оказывается, еще есть. Что в голове, что вместо совести, вместо сердца, мотивы. Это очень, ну, это невероятно понять. Кстати, по поводу мотивов, я вам хочу сказать, ну, тех ситуаций, которые возмущают, тут сразу к слову. Сегодня стало известно, судья, сейчас найду, найду, найду информацию. Судья, да. ДТП судьей произошло сегодня, я так понимаю, что вот на рассвете примерно. Ехал, судя по всему, пьяный. В машине валялись даже бутылки недопитые, и прямо на блокпосте сбил насмерть нацгвардейца. То есть сила удара была такая, что человек скончался. Более того, что сейчас, ну, важно, и почему такое внимание приковано, что, оказывается, этот судья до этого в своей деятельности уже отмазывал других судей, своих коллег в похожих делах. Более того, до сих пор он не сдал анализы на алкоголь в крови, то есть сколько уже прошло, почти сутки. Уже есть решение, чтобы взять у него примусово, ну, то есть принудительные анализы. Но дело в том, что, конечно, опять же, вот когда ты видишь такие ситуации, то ты просто не понимаешь, ну, для кого-то еще вообще что-то неясно, для кого-то нет войны в стране, если можно себя так вести. То есть просто вот ехать пьяным за рулем, а потом... А, он еще сказал, что, типа, это когда он понял, что он убил человека, и он пьяный, он тут же сказал, что это не он был за рулем. Но, учитывая общественный резонанс, я думаю, что все-таки это дело должно получить... Ну, опять же, мы будем следить за этим всем, потому что это пока... А потом это же долгий процесс, вы же знаете, как идет судебно. Это может и год длиться, и два, и три, когда, типа, все затихнет, и потом срок какой-то, да, но важно просто об этом говорить. Да, 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 это не первый случай такого рода. Да. Еще по карте мира пройдемся. Что интересно, Япония анонсировала новые санкции против России и осудила намерение разместить ядерное оружие в Беларуси. А, противовес, вот этот спецпредставитель Китая, который сейчас колесит Европой, Украиной, типа, со специальной мирной миссией, оказывается, вот Вашингтон-Пост вышла со статьей, оказывается, проехался по странам, предлагая мирный план, который состоит в том, чтобы все оккупированные России территории оставить России, ну, идти подальше, давайте жить дружно, а то ай-яй-яй, страшно. А, и предлагал еще во всех европейских странах себя, то есть Китай, как альтернативу Америке с точки зрения торговли. Ну, я думаю, что это их мечта. Ну, вы понимаете, вот когда они создают, скажем, пассажирский самолет, да, там, в конкуренции с Боингом и с аэробусом, да, аэробусом, ну, окей, нормально, да, ну, на рынке конкуренция, все хорошо, но когда они начинают вот такую миротворческую деятельность, да, якобы миротворческую деятельность, конкурируют, я даже не понимаю, с кем они конкурируют, потому что сегодня нету реальных миротворцев, сегодня нету, нету, нету на кого положиться, кто может быть миротворцем в этой ситуации. Миротворцем может быть только тот человек, который имеет влияние на Путина прямое и сильное. Председатель Си Цзиньпинь, несомненно, такое влияние мог бы оказать на Путина. Мог бы, но не хочет. Значит, если Китай предлагает вот такое решение, значит, Китай хочет, чтобы эта война продолжалась. Да, это ясно, что им эта война тогда выгодна. Выгоден ли им распад России и в какой форме, и что им вообще, и вообще, как они видят все постсоветское пространство, потому что, смотрите, конфигурация меняется полностью, да, Индия начинает играть очень важную роль, и то, что происходит сейчас в Индии, вы даже себе не представляете, как это сложно. Да, вот люди, мы так отвлечены и так заняты войной в Украине, да, что мы не замечаем, что происходит в других странах. В Индии, скажем, вот берем Индию, Индия стала самой населенной страной в мире, да, она обошла Китай. Но проблема в Индии, то есть проблема, это то, что где-то 250-300 миллионов мусульманий, и их население растет достаточно быстро. И конфликт, вот премьер Моди, он настоящий националист, да, и Болливуд, ну, Болливуд, ну, Болливуд, реально они производят огромное количество и фильмов, и сериалов, и документальных, и так далее. Они сейчас, сейчас был поставлен фильм, я его еще не посмотрел, но очень хочу, The Story of Kerala, or Kerala Story, что-то в этом роде. Керала – это одна из провинций Индии. И говорят, по меньшей мере, критики, что он супернационалистический. Вот реально супернационалистический. И Индия – огромная страна с достаточно большой армией, с большой проблемой с Пакистаном, как мы знаем, и не только в Кашмире. И мы понимаем, что если вдруг начнется внутреннее что-то между мусульманами, то есть, да, исламским миром и индусским миром, что это будет проблема, в которую Пакистан вмешается по-любому. Мы говорим о ядерных державах, и это огромнейшая проблема, это огромнейшая проблема. Понимаете? Второй тур турецких выборов, да. Очевиден результат. То есть, ну, просто очевиден. Мы не говорили с вами, я многих слушал, всех говорили, что оппозиция может выиграть, что так далее, так далее, так далее, так далее. Ну, я никогда в это не верил. А вы знаете, по какой причине? Вот все, я думаю, люди, которые, в общем-то, смотрели телевизор в начале 90-х, 90-х, я никогда. Да, когда этот «Золотой век» сериал появился турецкий, который там, количество зрителей было огромное. Да, лет 15 назад, наверное. Ну, а вот я посмотрел их сериалы, которые начали производиться после 2014 года, 2014. Это сериалы «Эртургул», «Арпаслан», «Усман», это все основатели Османской империи. Это вот то, что проповедует Эрдоган, можно назвать нео-османизмом, вот если хотите. Да, вот там в сериале «Эртургул» пять сезонов. Пятый в какой-то момент был запрещен в Саудовской Аравии. Почему? Потому что, мол, так как они утверждали, авторы сценария, что это основано на реальных событиях, что вот реальными блюстителями, защитниками, распространителями ислама были турки. Они совершенно не арабский мир, не Саудовская Аравия, не Мекка и вообще, а турки. Хотя молиться они молились на арабском. И вот они запретили целый сезон из-за этого. Там был огромный конфликт из-за сериала. Значит, это на, как он называется, главный турецкий канал ТРК, что-то в этом роде. Там рейтинги были умопомрачительные. А оппоненты Эрдогана, да, Килич Дароглу, он неокемалист. Он за светскую Турцию. И у него совсем другие представления. Но когда я посмотрел на рейтинги этих сериалов, то тут не надо проводить никаких этих исследований предвыборных, потому что они ничего не говорят. Потому что люди не всегда говорят правду, мы это знаем прекрасно. За кого вы будете голосовать? А вот за этого, а вот за этого. Тем более в стране, где как бы не совсем демократия, скажем так. Ну да, или совсем не демократия. Да, что-то может быть страшно. Да. Тут ясно, что Эрдоган выигрывает. То есть понятно. И, конечно, Турция будет продолжать ту же политику, которую она ведет сейчас. Моментами она как бы полезна Украине, моментами нет. То есть тут и от Эрдогана тоже очень много будет зависеть. Потому что если бы выиграл вот этот, назовем его демократический альянс, куда и курды входят, курдская партия, то тогда можно было говорить о том, что он бы освободил политзаключенных, что было бы меньше пропаганды, что дал бы возможность Швеции войти в НАТО, значит, и изменил бы отношение к России и к войне в Украине вообще, назвал бы войну войной, оккупанта оккупантом. А сейчас это уже невероятно. Поэтому это тоже для Европы достаточно серьезная история, потому что все же Турция член НАТО. И это самая большая армия на европейском континенте в НАТО. Поэтому, в общем, много что происходит в мире. Мир становится реально многополярным, но не в том смысле, что в путинском, или, да, что, мол, а мы кто? А почему нас нет? Потому что с нами разговаривать невозможно. То есть и не нужно. А многополярное в том смысле, что многое, что зависит не только от того, что происходит в Европе и то, что происходит там в Соединенных Штатах. Понимаете? Вот это вот... Потом, Соединенные Штаты. Огромная проблема государственного долга. Это огромная проблема, которая должна как так или иначе... У них сейчас все статьи на первую полосу. Что делать с деньгами, где брать, если дефолт, и так далее. Ну, понимаете, там же очень... То есть там сложно. Я в основном читаю, я признаюсь, да, вот то, что я вам буду говорить, я буду пытаться не осложнять, но все, что я читаю, я читаю Пола Кругмана. Да, Пол Кругман, он лауреат Нобелевской премии, да, он колумнист Нью-Йорк Таймс, но вот с моей точки зрения, да, у него, конечно же, есть симпатии к демократической партии, ну, не совсем именно к демократической партии, а просто он видит в Трампе и трампистах, он просто видит угрозу Америке. Просто вот в этом смысл. Он вообще это видит как вымогательство, потому что в американском законогательстве есть одна, как он говорит, да, кверк, то есть причуда необычная. То есть, если прежний состав Конгресса принял вот такую расходную часть, да, то... И правительство начинает эти платежи выполнять, ну, к примеру, возьмем помощь Украине. Это только как пример. Не берите это за чистую монету. Я надеюсь и думаю, что это не затронет помощь Украине. Но вот к примеру, да, прошлый состав Конгресса, вот до ноябрьского, да, вот он принял решение, что Украине выделить столько-то, да, средств на поддержку государственных структур, да. Значит, а... Но когда правительство начинает эти выплаты, Конгресс должен голосовать еще раз. И вот это странность, да. А в ноябре Конгресс взял и поменялся. Да, и там уже большинство республиканцев. Да, и это очень сложно. И так как потолок государственного долга, установленный законом 31,4 триллиона, и администрация Байдена, конечно, хочет это повысить, потому что у них расходов больше. У них больше расходов. Но 1 июня надо выплачивать по облигациям, надо выплачивать государственные долги. Значит, надо повысить этот порог. Чем занимается республиканская партия, как считает Кругман? Они занимаются вымогательством. Просто вымогательством. Это не потому, они не ради страны это делают. Они это делают просто ради своей партии, возможной победы. Кольборов, ну, потому что... В 2014 году. В 2014 году. Поэтому, если компромисс будет дать... То есть, если Америка дефолт, ну, это как пишут все экономисты, все до одного, это, конечно, кошмар. Это глобальный кризис, это кошмар. Если они договорятся, то они договорятся на таких условиях, ну, по меньшей мере, то, что я читаю из всяких там источников, они договорятся о повышении этого потолка, то есть продлении, то есть повышении на два года, включая 2014 предвыборный год. Но за это республиканцы попросят, потребуют у Байдена за это сокращение каких-то расходов, каких они еще пока не... В общем, администрация Байдена отказалась в ловушке. И такое ощущение, это пишет Пао Кругман, что они сейчас, что у них какой-то стокгольмский синдром, потому что они уже ведут себя по отношению к Байдену, будто Байден виноват в том, что их республиканцы захватили в заложник. Ой, простите. Тоже огромная проблема. 1 июня, на носу, вот-вот. Я думаю, они найдут в себе мудрость решить вопрос таким образом, чтобы не дойти до дефолта. Сегодняшний свой комментарий, он не так часто пишет, он пишет раз в неделю примерно, Пао Кругман заканчивает словами «God help us all». Боже спаси нас всех. Вот так оно. Сегодня мы так насыщенно с вами, и интересно, что я даже забыла нашим зрителям напомнить, что у нас на экране висит эта табличка, это QR-код, по которому вы можете навестить своим телефоном и задонатить на дроны, на разведывательные лучшие дроны, «Мавики», на которые мы собираем для ребят на фронте, на передовой непосредственно, и передаем непосредственно частям тем, которые нам наш геймстаб указывает, показывает, вот кому нужнее всего. Уже 30 дронов куплено и передано на фронт. Друзья, у нас амбициозная цель и задача, которую, я уверена, мы достигнем, собрать, купить и отправить на 100 дронов. Поэтому прошу всех, кто хочет приблизить победу Украины, пожалуйста, присоединяйтесь, можно сделать это прямо на экране, а можно пройти по ссылке под нашим видео и там задонатить. Еще хочу быстренько уже таким полублицом пару еще заявлений, потому что хотелось бы, чтобы вы отреагировали. Бывший замминистра нациобороны Польши генерал Вальдемар Шепчак сказал, что скоро в Беларуси будет военный переворот, военный, и что он сказал, мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно случится, и нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против режима Лукашенко. Почему-то мне кажется, что он прав, но я это говорю как бы улыбаясь, не потому что мне весело, но потому что все равно НАТО из этой истории не выберется как бы до сухими из воды. То есть все равно надо будет участвовать в процессах. Ну, вы сказали об этом с первых дней, что НАТО должно быть. Ну, во-первых, белорусские ребята воюют в рядах украинской армии, вместе с украинской армией. Я многих, ну, не многих, многих это я преувеличиваю, некоторых ребят из белорусской оппозиции там встречал в Вильнюсе, их друзья на фронте в Украине, в общем, это все ребята, они такие, ну, вы понимаете, они правда, да, они снимают там кроссовки, да, и становятся на лавочку во время протестов, да, чтобы не испачкать лавочку. Это правда, что они такие деликатные, такие законопослушные, но с другой стороны, они, конечно, очень-очень дорожат своей независимостью и свободой. Да, это особенно молодое поколение, это чувствуется, это правда, это чувствуется. вот, и я думаю, что, 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 я думаю, что очень многие, не, вот не пятая колонна, там огромная пятая колонна, мы понимаем, да, что туда насадили столько агентов русских, что всюду, и в генеральном штабе, и в Минобороны, и Лукашенко, и в общем, и все, но, и они понимают, что от них может эта независимость, эта свобода уйти, просто уйти, они могут стать частью России, да, и, и допустить этого они не допустят. Я думаю, я думаю, что, понимаете, вот один признак этого почему-то, мне кажется, это досрочное освобождение Протасевича. Помните, да, когда был развернут, да, развернули самолет, специально, чтобы его арестовать, там, он там, он основатель информационного сайта, в общем, там, так далее, хорошего, и все, да, но я, его соратники, его же соратники, в интервью, я несколько интервью слушал, в общем, да, в сети, они говорят, что вот он такой секой, что он сдал очень многих людей, людей, что он отдал им свой телефон и со всей телефонной книжкой, и что там произошли массовые аресты после этого, именно на основании информации, которую он передал властям Букашенко, то есть, ну, властям, назовем их этим, да, вооруженным захватчиком власти, да, да, и, в принципе, они раз его и выпустили, да, то есть, да, что они, зачем это, да, это такая провокация, да, чтобы вот, вот, да, чтобы там конфликт еще создать, вот сейчас они его начнут мочить, грубо говоря, я не знаю, физически или не физически, или там, Протасевич, может, он умный парень, он просто куда-нибудь уедет в Новую Зеландию и спрячется, да, то есть, потому что жизнь в Беларуси ему будет сложна, но я говорю, это такая, это такая тоже средневековая хитрость, да, то есть, ты берешь человека, ты его, ты его, ты его раскалываешь, ты его, ты из него высасываешь все, ты специально делаешь из него предателя, да, вот, да, и потом его выпускаешь, да, это такой вот, такой ход, да, он тоже о многом говорит, он очень о многом говорит, он говорит о том, что эта власть Лукашенко тоже, она уже начинает прибегать к таким методам, которые, в общем-то, они никого не остановят. Они не остановят. Поэтому я согласен с министром Польши. Это будет, я не знаю, будет ли это военный переворот или какой-нибудь еще переворот, но ребята с оружием, в конце концов. То есть это тогда, в 20-м году было без оружия, а сейчас это с оружием. Да, поэтому это другая история. У меня тут еще завалялась одна цитата Медведева, тоже свежая. Тут он такой неутомивый алкаш. Сказал, что война в Украине на десятилетия и опять преградил ядерным ударом. Причем не просто ядерным ударом, а теперь уже сказал, что, мол, если западные союзники Украине передают ядерное оружие, с чего уже, в какой-то у него фантазии, в бреду, то России тогда точно придется ответить и нанести превентивный ядерный удар. Ну, то есть он вообще, конечно, выжил из ума. То есть, понимаете, от него даже его жена убежала. То есть находиться с таким человеком рядом, это же надо выдержать. Я знаю только одно, что если они нанесут по Украине ядерный удар, их не будет. Вот их просто не будет. Я имею в виду ни Путина, ни Медведева, ни Черноморского флота, ни вот этой всей фигни, которая у них есть там за Уралом. Всего этого не будет. Вот просто не будет. Это раз. А два, конечно, Украина будет сразу в НАТО. И получит ядерный зонтик. Вот и все. Да, конечно, многие погибнут. Это правда. Это будет трагедия. Но для них это будет тоже трагедия. То есть в не меньшей степени. Но я просто, понимаете, Медведев, я не совсем понимаю, какую роль он играет. Потому что, по большому счету, он никому не нужен. Он не нужен Пригожину. Точно нет. И таким, как Пригожин. Он не нужен Стрелкову Гиркину. Никак. Ну, он его и обзывает всячески. Он никому не нужен. Понимаете? Он просто вот никому. Он даже Путину по-настоящему не нужен. Потому что Путин с ним делает. Ну, а что с ним сделаешь? Он уже как бы использован. Все. Он уже был президентом. Хватит. То есть он уже использован. Сейчас он несет. Кому он пытается понравиться? Кого он пытается достичь? Вот я понимаю Пригожина, который пол интервью матерится, потому что он обращается к глубинному народу. Вот там его услышат. Вот на этом языке его услышат. Если он бы говорил интеллигентно, типа, то его бы никто не слушал. А вот так его точно услышат. А Медведева кто услышит? То есть я не знаю. Понимаете? У меня ощущение, что это какая-то вот... Ну, человек немножко потерял как бы... Бывшая жена. Я не хочу его называть сумасшедшим или сарсофреником. Это же ни о чем не говорит. Это просто... Это ведь не... Ну, пьет, пьет. Вот, я не знаю. Нюхает, нюхает. Я не знаю, что он делает. Да? Ну, где-то... Вот он где-то моментами находит. У него такая вспышка адреналина. Вот он что-нибудь напишет. Потом он там помолчит пару дней. Потом опять вспышка адреналина. Опять какую-то фигню. Ну, вот у него вот... Пойди пойми. Ну, что, фильм будем советовать сегодня? Или отдыхать людей? Нет. Давайте... Мы можем дать людям отдохнуть. Но я хочу просто поблагодарить одного из наших зрителей, который посоветовал фильм, который переведен на русский за пивом. Если его переводить с английского дословно, это будет самая длинная дорога за пивом в истории. Что-то такое, да? Это фильм о вьетнамской войне. Очень необычный. Он 22-го года. Я, во-первых, этому нашему зрителю очень благодарен. Спасибо. Я его посмотрел. И правда получил удовольствие. За пивом в переводе 22-го года режиссер Питер Форелли. Вот. Я хотел предложить другое, но... Давайте. Нет, все бы готовили. Давайте. Ну, Леся, во-первых, я не Александр Роднянский. То есть я такой же зритель, как мы все. То есть это профессионал Александр Роднянский. Я как бы так. Потому что вот мы начали говорить с вами о журналистике, да, вот в самом начале, да, о газетах и так далее. Я хотел посоветовать людям посмотреть два фильма подряд, но обязательно подряд, как сериал. Просто. Потому что эти две, эти два фильма показывают, как журналистика стала четвертой властью. Да? И пока я не уверен, что она может эту власть удержать. Вот я вот сейчас в больших сомнениях. Но как она эту власть получила? Это сначала посмотреть, даже если вы смотрели давно, все равно сначала посмотреть. Вся президентская рать 76-го года, да? Это Аллан Пакула, режиссер, и Дастин Гоффман, и Роберт Редфорд играют Вудстина и Бёрнстона. Нет, это Вудворда и Бёрнстона. Да, Вудстин их называли в одной фамилии. Да, и сразу после этого посмотреть сразу просто «The Post», то есть «Секретное досье». Это уже фильм 17-го года, это Стивена Шпильберга. Там главные роли играет Меллин Стрип и Том Хэнкс. Да, но вот сразу один и второй. Как вот как будто бы две серии одного сериала. Рецепт приема. Прием, да. Вот это есть исток, вот оттуда идет четвертая власть. Вот как она, вот как журналистика стала четвертой властью. Кавик, прекрасно, спасибо. Домашнее задание все получили, друзья. Можно расходиться до ровно следующей пятницы, до 18.00. Не забывайте, поставьте себе напоминание, что нас нужно с АВИКом включить через неделю в 18.00 по киевскому времени. В пятницу мы вас так же, как и сегодня, будем ждать. И надеемся, мы всегда надеемся, что будет как можно больше хороших новостей, которые мы будем обсуждать. Правда? Да, правда, правда, правда. Я очень-очень на это надеюсь. и всем желаю здоровья и добра. Спасибо. Спасибо большое и слава Украине. Героям слава.